Тренируете память мою? Любому вас спроси, вы не вспомните все вопросы. Вопросы в адрес главы края сыплются, как из рога изобилия. Представители краевых профсоюзов встречаются с губернатором регулярно, чтобы, как говорится, сверить часы. Эта встреча прошла накануне международного праздника, Дня действий профсоюзов. Но вопрос отнюдь не праздничный. Самый главный вопрос, как жить и работать в наше непростое время. Губернатор успокаивает. Цены на сырье достигли дна, и теперь рост неизбежен. Несмотря на падение цен, мы будем иметь положительную динамику. И с вытекающими отсюда последствиями у нас не будет в базовых отраслях экономики падения зарплаты, у нас не будет каких-то сокращений. В течение двух часов представители трудовых коллективов обсудили проблемы модернизации сети общественного транспорта города, региональной авиации, формирования заработной платы учителей. Коснулись вопросов развития отдельных предприятий региона и о помощи социально незащищенным людям, например, детям из малообеспеченных семей. 25 рублей, которые выделяют сегодня на организацию питания для детей, малообеспеченных семьях. Вот я бы сейчас просто попросила вас и предложила на стадии формирования бюджета вернуться к закону о защите прав ребенка и пересмотреть как бы вот эти нормативы. Толоконский тут же дает поручение разобраться в ситуации. Следующий вопрос – заработная плата бюджетников. Во-первых, будет продлен договор с профсоюзами, согласно которому минимальная зарплата в бюджетной отрасли не будет ниже прожиточного минимума. Также в бюджете следующего года предусмотрены деньги на повышение зарплат. Тут тоже мы немножко зависимы от решения, которое будет принято в Государственной Думе при принятии федерального бюджета. То есть мы будем повышать зарплату точно в такие же сроки, точно в таком же проценте, как это примет федеральное правительство для федеральной бюджетной сферы. А вот в производственной сфере вопросы с зарплатой должны решать уже профсоюзные деятели вместе с владельцами предприятий. Дмитрий Пименов, Михаил Масленников, Афонтова новости.